Этот снимок можно назвать финальным аккордом 2020-го. На севере Иркутской области наблюдался яркий метеор. Сделать пока единственную фотографию небесного тела удалось жителю Усть-Кута. Светящийся красный космический объект буквально за несколько секунд пересек небо, но оставил после себя шлейф, который сохранился на минуту. Сейчас очевидцев астрономического явления ищут специалисты. Новые показания помогут установить точную траекторию метеора и место его возможного падения. О других удивительных, праздничных и позитивных новостях мы расскажем вам в ближайшие полчаса в эфире финальный в 2020 выпуск новостей по будням. И прямо сейчас короткий анонс от наших корреспондентов. В начале выпуска я, Ольга Харнутова, поведаю об экспонатах с новогодней тематикой в Ангарском музее часов, а также о самом точном хронометре в Иркутской области. В программе также расскажем о спецавтомобилях, которые создают новогоднее настроение для горожан. Я, Иван Занько, узнал, где можно встретить такие машины в Иркутске. Встретить Новый год в одиночестве – это не проблема, а совсем даже наоборот – привилегия. В этом лично убедился я, Данил Седов. О том, чем можно заняться на праздниках, узнаете в выпуске. Ну а в конце выпуска сообщим, какая культурная программа ждет зрителей телеканала НТС в новогоднюю ночь, а также какие подарки приготовили для всех слушателей Авторадио. Многие из нас считали дни до Нового года и с нетерпением ждали, когда же закончатся эти 12 месяцев. И вот до одного из главных праздников страны остается меньше 26 часов. Уверен, что большинство жителей Иркутской области сейчас интересует не математика новогодних часов. Многие заняты подготовкой к празднику, составляют меню, покупают и упаковывают подарки. Но кто-то все же продолжает считать не просто часы, а минуты, секунды и даже наносекунды. Ведь это их работа. О ком идет речь и какие главные праздничные приметы связаны с часами, знает Ольга Харнутова. Эти куранты в Ангарском музее часов бьют каждые 15 минут. И именно они являются символом Нового года для учреждения культуры. А все потому, что сотрудники ассоциируют их с кремлевскими. Ведь именно под удары этих курантов большинство россиян провожают старый год и встречают новый. И в музее часов еще несколько хронометров с праздничной тематикой. Я могу отметить, к примеру, часы японские настольные начала 20 века. Ну, почему их мы с Новым годом связываем? По той простой причине, что на них размещена картинка с изображением Деда Мороза. Ну, нужно отметить, что эта картинка – это уже позднейшее дополнение. Там просто дверца разбилась и заместили такой вот картинкой. А на этой елочке 26 карманных часов. Ее когда-то сделал основатель музея Павел Васильевич Курдюков из старинной горки для сладостей и фруктов. Есть в Ангарском музее часов и японский хронометр, который по легенде исполняет мечты. Достаточно смотреть на циферблат, загадывать желание и ждать, когда появятся шарики, которые напоминают елочные игрушки. По словам сотрудников, фигуры поднимаются вверх вместе с мечтами. Вообще, с часами у людей связано много суеверий. Ведь именно на циферблат смотрят многие, когда встречают Новый год и возлагают на него большие надежды. И в музее на сегодня насчитывают более трех тысяч часов. Примерно 500 музейных предметов выставлено в экспозиционном зале. В экспозиции находятся японские часы фирмы «Ритм» 2014 года. На них пять циферблатов. Первый циферблат показывает время в Мехико, второй в Сеуле, третий в Москве, четвертый в Париже. Ну и по центру находится циферблат, который показывает местное время. Поэтому Новый год те люди, у которых есть подобные часы дома, могут встречать несколько раз. Но самые точные часы находятся в Институте физико-технических и радиотехнических измерений. В простонародье учреждения называют Институтом времени. На этом циферблате указано мировое время. Это самые точные часы в Иркутской области. Разницу с местным временем составляет 8 часов. То есть по мировому времени Новый год иркутяне могут отметить в 16.00. Этот эталон показывает точное время через спутниковые навигационные системы GPS и ГЛОНАСС. Через глобальные системы навигационные и со вторичными эталонами с Новосибирском, с Хабаровском, ну а также с рабочим эталоном в Петропавловске, Камчатском. Когда я пришла работать сюда в службу времени, это был конец 60-х годов, тогда у нас точности были в 10-м, как говорится, знаке. То есть секунда была определена с точностью до 10-го знака после запятой. А сейчас мы работаем, у нас секунда определяется после запятой в 16-м знаке и уже подходим к 17-му знаку. Такая точность по времени в основном нужна для геодезических работ, космических исследований и военных целей. К примеру, если ракету запустят с погрешностью в одну наносекунду, то она пролетит мимо цели на 30 сантиметров. Хорошо, что для встречи Нового года точное время до доли секунд не нужно. Достаточно лишь боя курантов, звук звона бокалов и грома фейерверков. Ольга Харнутова, Владимир Пинаев, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Эти и другие атрибуты праздника уже совсем скоро ворвутся в нашу жизнь. Ведь впереди главная ночь года. Но прежде чем перейти в Новый год, стоит вспомнить самые значимые события года уходящего. Мы делали это на протяжении двух последних недель и завершаем сегодня. Хроники 2020-го на ваших экранах прямо сейчас. Праздничный пыл немного подостыл у жителей Прибайкаля в ноябре 2020-го. Именно тогда региональное правительство запретило проводить новогодние корпоративы. Сотни ведущих остались без заработка, а тысячи людей без заслуженного за непростой год отдыха. Тем не менее, впадать в отчаяние никто не собирается, ведь праздника не обязательно искать. Иногда он сам тебя находит. Встретились на пустой дороге. Сразу два ДТП с участием машин скорой помощи в Прибайкалии. Причем обе случились 5 ноября. В одной машине ехала беременная женщина. Несмотря на то, что автомобиль перевернулся, она не получила травм. Серьезный инцидент произошел и в региональном Минздраве. Против экс-министра здравоохранения Натальи Ледяевой завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Предполагается, что когда она была в должности из бюджета была похищена 25 миллионов рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов для больниц региона. На два месяца ее взяли под стражу. На страже здоровья жителей Иркутской области не только врачи, но и современные госпитали. Именно в ноябре состоялось открытие медучреждений по борьбе с внебольничными пневмониями. Первые четыре появились в Красно-Туринске Свердловской области, Саяногорске, Хакасии, Ачинске и Богучанах Красноярского края. Еще три на территории Прибайкалия. В Тайшете, Братске и Шелихове. Учтены все потребности медицинского персонала. Комфортные условия для пациентов, комфортное нахождение в этом центре, консультативно-диагностическую базу, прекрасные условия труда для нас, как медиков. И самое основное, что это было сделано в кратчайшие сроки. Как раз в это же время в России проанонсировали массовую вакцинацию от ковид. Она будет добровольной. Тем временем в мире разворачивались следующие события. Войдет в историю отечественной, да и мировой филателии и работы иркутянки Светланы Киргизовой. Она стала победителем всероссийского конкурса рисунка, почтовой марки и открытки к Новому году и Рождеству. Художница изобразила сказочный сюжет. Дед Мороз наблюдает, как люди празднуют Новый год со страниц волшебной книги. Буквально детей покормить, приехать покормить, уроки сделать, уложить. И вот оставалось буквально там полтора-два часа. Мне позвонили, говорят, это с Москвы, с конкурса. Я говорю, ой, извините, перезвоните мне позже, бросила трубку и начала разбираться своими делами. Вот. Потом все-таки созвонились, и она мне так сообщает. Я такая, о, а уже уставшая. Я такая, о, да, спасибо, да, да. Меня поздравляли. Вот. И я даже не ожидала. Не верится, но 2020-й подходит к своему логическому завершению. Последний месяц года для каждого отметился событиями. Безусловно, в декабре были и напряженные моменты, и горькие потери. Но происходили события положительные, захватывающие и радостные. В общем, есть что вспомнить. И надеемся, что таинство новогодней ночи сохранит в памяти исключительно позитив. Позитивных и запоминающихся эмоций в непростой год добавит новогоднее путешествие. Ведь встретить 2021-й в необычном и потрясающем воображении месте даже сейчас не проблема. Мы решили разобраться, во сколько жителям Прибайкалья обойдется дорога до самых популярных мест отдыха в стране. Вся информация в рубрике «Ценный выбор». Отправиться в путешествиях за снеженным вершином Кавказа, проехаться на снегоходе по лесам Карелии или покататься на коньках по прозрачному, как стекло, льду Байкала. Наверное, такой Новый год хотел бы встретить каждый. Тем более в условиях все еще закрытых границ. К тому же турне сейчас можно выбрать буквально под любой кошелек. Например, если вы решите отправиться на новогоднее из Иркутска в Москву и обратно, то билет будет стоить от 15,5 до 17,5 тысяч рублей. Чуть дороже будет слетать в северную столицу России – 20,5 тысяч. Если холодные зимние ночи променять на комфортные променады по Черноморскому побережью, то нужно иметь на билет минимум 22,5 тысячи. Это стоимость перелета до Симферополя. Самым дорогим вояжем окажется путешествие в Сочи. Поездка обойдется почти в 30 тысяч. Кстати, индивидуальные программы на Красной Поляне или турне к вулканам Камчатки также самые дорогостоящие – от 300 тысяч. Пусть цена и кусается, но такой Новый год точно не забудется никогда. Олег Федоров, Новости по будням. Но создать себе новогоднее настроение можно и во время поездок по родному городу. Для этого на улицах Иркутска появилась техника, которая по-настоящему радует глаз. Мой коллега Иван Занько сегодня с самого утра проехал по тем предприятиям, где специально к празднику нарядили транспорт. Где можно увидеть такие машины и в какое время суток они будут выглядеть наиболее эффектно, узнаете прямо сейчас. Огни гирлянд, диодные ленты и персонажи новогоднего праздника на окнах. Теперь такой трамвай будет курсировать по Иркутску на протяжении всех зимних праздников. Украшать транспорт начали накануне. Для того, чтобы развешать мишуру, приклеить фигурки Деда Мороза, снегурочки и снеговика, ушла почти половина дня. Такую традицию наряжать транспортное средство в трамвайном депо соблюдает уже более 10 лет. А для того, чтобы как можно больше жителей и гостей города увидели нарядный вагон на улицах областного центра, его маршрут будет меняться ежедневно. В основном положительно, рады, какое-то разнообразие, украшение жизни, будни украшение. Хорошо реагирует. А самое приятное? Конечно, конечно. Мы сами украшали этот вагон и смотрится хорошо. Однако встретить технику, которая примерила на себя новогодние наряды, можно не только в городе. Дорожники, которые обслуживают популярный байкальский трак, также решили не оставаться в стороне. Теперь КамАЗ, чистящий дорогу, превратился в Деда Мороза. На крыше многотонной машины колпак волшебника, а на бортах грузовика поздравления с наступающим. Увидеть его можно ежедневно. Вот только сделать селфи на фоне яркой машины вряд ли получится. Ведь самая главная его задача – все же чистить дорогу. А дорожники Иркутска не только решили разместить на своей машине разноцветные гирлянды, но и установить на крыше спецтехники колонку. Уже завтра из нее по улицам города будут разноситься новогодние песни. Кстати, подобную практику на предприятии решили внедрить впервые. А для того, чтобы придать хорошее настроение горожанам, такие машины будут курсировать по всем районам областного центра. Одну машину мы сделали, украсили, нарядили в Сверовском районе, одну машину в Ленинском районе. Также у нас машина постоянно находится на линии, практически постоянно. И в правом бережном округе такая же машина ходит, разукрашенная. И создаем праздничное настроение людям. Поздравляем с Новым годом. Увидеть всю эту наряженную технику можно будет на протяжении всех новогодних праздников. Однако, как подчеркивают водители транспортных средств, эффективнее всего светящиеся и переливающиеся машины выглядят в вечернее время. Иван Занько, Владимир Пинаев. Новости по будням. Новогодние каникулы. Время, когда все кругом светится, горит и блестит. Праздник праздником. Но не стоит относиться с полной безответственностью к использованию электроприборами, чтобы избежать беды. При этом сотни людей в Иркутске будут делать все необходимое, чтобы свет в домах горожан поступал без перебоев. Работают они и в новогоднюю ночь. В чем именно заключаются такие дежурства и как они влияют на семейные отношения, знает Олег Федоров. Смотрит сразу на три монитора, следит за кардиограммой скачков напряжения в Иркутске и раздает указания оперативным ремонтным бригадам. Так выглядит обычная смена диспетчера одного из подразделений Иркутской электросетевой компании Дмитрия Добровольского. Но на этой неделе началась самая горячая пора. В предпраздничные дни жители активно пользуются электроприборами. А тут еще и морозы ударили. Это серьезно нагружает сеть. И сейчас особо важно оперативно реагировать на любые перебои, быстро их устранять. Ответственность увеличивается в новогоднюю ночь, когда на кону праздник. Второй раз с 31 декабря Дмитрий будет на дежурстве. Перед работой диспетчером предприятия я работал в оперативно-воездной бригаде. Поэтому долгие годы я уже не праздников. Зачастую все праздники встречаю на работе. Большинство праздников встречаю на рабочем месте. Жена относится с пониманием. Но вот пока не все жители понимают, что нельзя запускать салюты вблизи высоковольтных линий. Это развлечение регулярно провоцирует отключение электричества в Иркутске и пригороде. Игорь Кимчук один из тех, кто устраняет аварии. За плечами 17 лет работы электромонтером выездной бригады. Сегодня дежурство на подстанции проходит относительно спокойно. Поэтому Игорь с напарником отрабатывают алгоритм действий при возможном ЧП. Получена команда диспетчера филиала на выключателе 220 АТ-2 вывести АПВ. Так, я понял. Каждое действие записывается на видеорегистратор. Потом разбор полетов. Все технологии здесь, как и на каждом из энергообъектов Иркутской электросетевой компании, нацелены на обеспечение безопасной и бесперебойной работы. Все службы нацелены на то, чтобы люди и население, так сказать, встретили новогоднюю ночь без эксцессов. То есть по сетям 110, 220, 10 кВт проблем. Честно говоря, за сколько лет я работаю, новогоднюю ночь особо не было на нашем участке. За обеспечение электроэнергией жилых домов и предприятий в офисе и на выезде отвечают тысячи специалистов. Все для того, чтобы... Чтобы было, что вспомнить. Именно так каждый житель Иркутской области планирует отметить Новый год. Но как быть, если в праздничные дни вы вынуждены быть дома, например, из-за самоизоляции? Данил Седов смог найти выход из такой, казалось бы, не самой приятной ситуации и превратить недостатки гордого одиночества в сплошные преимущества. Как ему это удалось, узнаете в специальном выпуске программы «Пока я дома». Всем здравствуйте! В эфире самоизоляционная программа для тех, кто живет один «Пока я дома» и я ее ведущий Данил Седов. И сегодня мы решили заглянуть в гости к человеку, для которого слова «одиночество» и «2020 год» стали синонимами. Мы в гостях у Даниила Седова. Здравствуй, Даниил. Да, здравствуйте. Ну, рассказывай, как ты вообще, в порядке ли ты? Ну и вообще, как собираешься отмечать Новый год? Вы знаете, я дважды за 2020 год сидел на самоизоляции. Сначала весной, потом осенью. И поэтому я для себя решил, что Новый год я буду отмечать один. Один. Мне, в принципе, никто не нужен. Подожди. Один? Ну, то есть прям совсем один. И даже меня позвать ты не собираешься. Нет, ну, не совсем один. Вас я не позвать не могу. К сожалению. Верно. Потому что что? Потому что... Вы плод моего воображения. Умница. Поэтому лучше расскажи, как именно ты собираешься провести праздники, если ты, ну, совсем один. Ну, тут, в принципе, все просто. Для начала нужно полностью распланировать ваш день, начиная с того, чем вы будете завтракать. Обязательно нужно выделить время на чтение или на прогулку, на игру в приставку, просмотр телевизора, разговор с родными по телефону. Все это нужно учесть. Что-то еще... А, да. Ну, разумеется, нужно закупить всяких вкусностей. Причем, как можно больше ходят слухи, что они становятся гораздо вкуснее, когда точно знаешь, что они только твои. А кроме еды, какие-то еще преимущества есть? Конечно, есть. И самое главное заключается в том, что ты сам перед собой несешь ответственность за то, насколько успешным будет твой праздник. Ты можешь встретить бой курантов в самом лучшем своем одеянии, а можешь просто сидеть с кружкой чая в халатах и тапках. Можешь смотреть «Голубой огонек», а можешь смотреть какой-нибудь сериал или вообще в приставку играть. Тебе никто ничего против не скажет. Ну, конечно же, ты же один. Ну, да. Спасибо, что напомнил, да? Да ладно тебе, успокойся. Зато я всегда рядом. Ну да. В принципе, это и пугает. Что? А пока Данил и Данил выясняют между собой отношения, я, Данила Мастер, расскажу вам, как из обыкновенной пластиковой бутылки сделать... Какой бред, какой это бред. Ну что можно сделать из обыкновенной пластиковой бутылки? И главное, кому это вообще надо? Даня, давай по тексту. Ладно. Я вам расскажу, как из обыкновенной пластиковой бутылки сделать кормушку для воробьев. Для этого нам нужны ножницы, пластиковая бутылка, полчаса свободного времени и полное отсутствие личной жизни. Я не могу так больше. Ну и в завершении нашей психологически неуравновешенной программы «Пока я дома» хотелось бы задать еще несколько вопросов тебе, Данил. Да, я тебя внимательно слушаю. Скажи, пожалуйста, какой совет ты дашь нашим телезрителям? Да, конечно. Друзья, не бойтесь одиночества. В нем нет ничего плохого. Останьтесь один на один с самим собой, со своей головой. Вы сможете найти ответы на все интересующие вопросы. Да и вообще, самый лучший подарок на Новый год можно подарить только самому себе. Ну да, ну да. Например, праздничное интервью. Да? Точно нет. Кстати, ты не мог бы вообще уйти, потому что ко мне сейчас, ну, друг скоро придет. Друг к тебе должен прийти. И кто это, интересно? Да вот же он. Все, привет. С наступающим Новым годом. Вас поздравляю вас. Я, Данил Седов, корреспондент программы «Новости по будням». В предпраздничный день 31 декабря работать для вас продолжит наш медиахолдинг НТС. Это значит, что впереди ждет множество сюрпризов. Например, в эфире Авторадио Иркутск. Завтра с 11 часов утра и до 3 часов дня каждый желающий получит возможность поучаствовать в различных конкурсах и интерактивах от ведущих Авторадио Иркутск. Кроме того, жители Прибайкалья смогут лично поздравить земляков и своих близких с наступающим Новым годом. Ну а самое главное, за все это слушатели и ждут призы. Это может быть набор сладостей, торт или термокружка. Весьма полезный аксессуар в столь морозное завершение 2020-го. Мы на самом деле приготовили много сюрпризов нашим дорогим радиослушателям. Это и самая новогодняя музыка, в том числе какие-то необычные, редкие песни, которые до этого вообще не звучали. Затем будут, разумеется, веселые игры. Мы будем петь и танцевать в эфире, по возможности зажигать, дарить друг другу отличное настроение и выигрывать призы. Ну а сразу после подведения итогов спортивного года в Иркутской области расскажем вам, почему 31 декабря в 9 часов вечера вам нужно будет включить именно телеканал НТС. Лучшей командой Иркутской области в 2020 году признана сборная по керлингу. Алина Фахруддинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и скип Валерия Денисенко в этом году завоевали две бронзовые медали на международных турнирах, среди которых награда третьих зимних юношеских олимпийских игр, прошедших в Швейцарии. В решающем матче наши спортсмены одержали победу над сборной Новой Зеландии со счетом 9-5. В сентябре 2020-го в Иркутске приступил к работе долгожданный спортивный объект – Ледовый дворец Байкал. Его строительство началось двумя годами ранее. Теперь в нем занимаются конькобежцы, а также проводятся матчи по хоккею с мячом. Именно в день открытия в рамках Кубка России состоялась игра между Байкал Энергии и Новосибирским Сепсельмашем. Со счетом 10-0 победу одержали иркутяне. А вот у популярного во всем мире футболе в Иркутске есть серьезные проблемы. Осенью стало известно, что клуб «Зенит» может прекратить свое существование. Причина – недостаток финансирования. Однако пока надежды на сохранение большого футбола в столице Восточной Сибири все же есть. Не все гладко, правда, уже в спортивном плане, пока складываются у баскетболистов Иркута. Оранжево-черные, которые в этом сезоне выступают в Суперлиге 1 и никак не могут найти свою игру. Пока в активе нашей команды нет ни одной победы. Запомнится этот год и отмененным чемпионатом мира по хоккею с мячом среди команд группы «А», который должен был пройти в Иркутске весной. Причиной стала пандемия коронавируса. Правда, в Прибайкалье все же успели провести турнир среди команд группы «Б». Победу в ней одержала сборная Венгрии. Иван Занько. Новости по будням. Радостным настроением всех телезрителей обеспечит специальный новогодний эфир на телеканале НТС. Одним из сюрпризов станет показ праздничной киноленты «Иркутск с Новым годом». Увидеть ее можно будет 31 декабря в 21.00. Повтор состоится уже 1 января 2021 в час дня. В фильме-концерте, созданном администрацией Иркутска, будет все. От бытовых приготовлений к Новому году по-иркутски до историй с замысловатым сюжетом из необычных локаций. Съемки проходили и в Сибирской Тайге, и на центральных улицах Иркутска, и даже в общественном транспорте. Самые главные пожелания в адрес жителей Прибайкалья произнесут выдающиеся представители искусства, науки, музыки, спорта и шоу-бизнеса. К поздравлениям присоединится и иркутский музыкант, участник четвертого сезона шоу «Голос» на Первом канале Георгий Серышев. Он в составе группы «Берн» подарит иркутянам свою излюбленную композицию. Песня очень волшебная, наша самая любимая. В принципе, мы всегда этой песней открываем наши новогодние вечера. Это последняя часть декабря. Дорогие иркутяне, всех с наступающим Новым годом! Пусть Новый год принесет вам только радость и удачу. Группа «Берн». Ну, а мне лишь остается пожелать всем телезрителям в наступающем 2021 исполнить все свои мечты, которые не сбылись в этом году. От лица редакции новостей по будням также хочу сказать, что следующие 12 месяцев мы продолжим ежедневно радовать вас интересными и хочется верить позитивными новостями. Ведь мы всегда вместе с вами и всегда для вас. С Новым годом!